Всем здарова ребятки, меня зовут Павел и рад приветствовать вас в новой серии выживания Stranded Alien Dawn на безумном уровне сложности. Я хотел подключиться чуть-чуть позже, однако, хотел вот скипнуть исследования, тут у нас с прошлой серии мы начали автоматические турели изучать, но случилось кое-что интересное, что я хотел вам показать, а именно вот дымовые сигналы появились, и здесь были замечены большие клубы дыма, напоминающие дымовые сигналы индейцев. Я вот прямо сейчас Кена туда отправлю, или кого бы нам туда, ну давайте, кто у нас вооружен-то получше. Получается, что Эмилин, да? Давайте Эмилин туда запулим, как переключиться, ага. Отправим в экспедицию, и я подключусь, если она что-нибудь там дельное найдет, например, еще одного выжившего. И экспедиция завершена. Дымовые сигналы прошло не так много игрового времени. Давайте глянем. Я нашел выжившего! Блин, хорош! Добро пожаловать в наш лагерь. Зандер присоединяется. Счастье плюс 18. Ух, какая красотища! Ну-ка, кто такой Зандер? Что он может? Ночная сова, мрачная личность, такой же, как Ракха. Так, пара-па-па-па-па. Перемещаем печку сюда. Кен перемещает топительную печь быстрее. Далее копируем кровать, и вот так вот ставим для Зандера кровать. И Кен сразу строй ее. Мужики в казармах, ну, а что поделать? Где, где, где воздушный шар? Где Зандер? Хочу на него посмотреть. Еще один выживший, у нас теперь шестеро. Так мы, блин, столько ресурсов сейчас добудем за раз вообще. Давайте, возвращайтесь побыстрее. Угу, вот они. Зандер тут в какой-то модной ковтяйке. Летние ботинки вижу, штанишки. Так, ну давайте прочитаем. Кто это вообще? Психическое здоровье полностью счастлив, нет риска нервного срыва, мрачная личность. Так, тут у него положительные бафы, пережил катастрофу. Сейчас ночь, немного поел. И решимость выжившего хорошо. По одежде летняя обувь. Китель экипажа звездолета, понятно. Штанишки тоже оттуда. Навыки. Бой на троечку. Заинтересован в лечении. И в принципе все. Ой, ну ты будешь Анет помогать, что-нибудь носить и рубить у нас дрова и камень добывать тогда. Больше ты ни в чем не заинтересован. Сразу у тебя фильтр, кстати, уберем тут на сырую еду, чтобы ты ничего лишнего не скушал. Так, и прочитаем про тебя. Мужчина возраст 34, 70 килограмм весит. Основные черты ночная сова, обретая счастье, бодрствуя по ночам. И мрачная личность, постоянно уменьшена счастьем. Любит овощную пищу, играет в дартс. И тут у него есть история. Он охотник на браконьеров. Зандер спас осиротевшего Динго, когда ему было всего 8 лет. И с этого дня он поклялся посвятить свою жизнь защите исчезающих видов. Теперь он опытный охотник на браконьеров и часто путешествует по захватывающим новым мирам, чтобы поддержать как можно больше операций по борьбе с браконьерством. Но куда бы он ни пошел, хищник, скрывающийся в ночной темноте, всегда один и тот же. Вездесущий человек. Ну что ж, Зандер, кровать для тебя готова. Добро пожаловать. А мы продолжим изучение автоматических турелей. И будем думать, куда же нам расширяться-то. Места тут не особо много. Так, ребятки, я подключаюсь. Ничего такого интересного не произошло. Ну тут новое нападение, 70 тараканов. А, тут же пишется теперь, сколько из них какие. Отправил Зандера в экспедицию. Тут у нас открылась какая-то... Вот она, штука, густой дым. Над этим местом поднимается густой столб дыма. Я надеюсь, что... Еще одного выжившего мы там цепанем. А то у нас на протяжении 10 серий их четверо-четверо-четверо. А тут бац, уже шестеро. Если их семь будет, вообще будет классно. И мы исследовали огнеметы. Так. И, кстати, автоматические турели тоже. А у нас что, бинты кончились? Не бинты, а топливо? А как вот огнемет он... Ой. Не снаружи? А я его так не заправлю, да? Только если сюда оставить. Но так они не пройдут. Ой, жалко, жалко. А пулемет сколько стоит? 50 сплавов металла? Ну, зато я его сюда уже могу поставить, да? Так. Построили здесь? Нет, не построили. Ракха. Че ты спать увалился? Да делай, блин. У тебя отдыха мало. Ладно, отдыхай уж. Что уж, блин. Поделаешь-то. Нам уже нужно сильно задумываться вообще о переезде. А то у нас уже три человека в одной комнате. Как шпроты сюда навалились, блин. Ну и да, еще пока они тут исследовали. Мы тут собрали урожай хлопка скотиной. Плюс кендера забрал там эту металлические обломки одни. Но мы что-то проседаем по металлу. Давайте горный включим. Так. Включить. Пускай 10 единичек расплавит. А, у меня столько нету. Так, а если мы нажмем плавить металлолом и... Вот 50 попробуем. Да, нам как раз по 30 нужно сюда. Ракха, ты бы это... Отнес ресурсы на дизельные генераторы? Вырабатывает электричество. А сколько он вырабатывает? Производит 50. То есть у нас будет 150 единиц электричества. А сколько нам нужно? Учитывая то, что пулемет расходует 40. То есть, грубо говоря, можно сделать даже, наверное, два выключателя. Да? И что это ты пошел кушать? Блин, ну приятного аппетита, но может отсутствуют ресурсы? Я топливо не доделал. Блин. Я снес здесь стол исследования и поставил верстак. Разделил, короче. Здесь буду делать топливо, а здесь пока что все остальное. Аннет, если не знаешь, чем заняться... Вон, пожалуйста, иди делай арбалеты. Отставить. Не надо делать арбалеты. Делай волоконную кожу. Ракха, после того, как покушаешь, иди делай... Топливо. Да, топливо. Экспедиция обновлена. Густой дым. Я наткнулся на невероятное зрелище. Окровавленный человек, сжигающий трупы на костре. Я вижу там останки как людей, так и животных. Зрелище и вновь невероятное. Я не уверен, что делать в этой ситуации. Слушай, ну попробуй с ним поговорить. Он испугался моего присутствия и убежал с удивительной скоростью. Я огляделся вокруг кострища, но не увидел ничего полезного. А ужасный запах, наконец, убедил меня вернуться. Какая странная встреча. Ну, что поделать, блин. Взвращайся тогда, чё? Тараканов чё-то многовато. Ракха. Блин, или Кен. Ну сделайте вы уже топливо-то. Я уже хочу попробовать, как оно будет-то. Турельку, блин. Вот, уже один генератор. Хорош. Сделай ещё топливо. Эмилин, ты готовишь? Мы уже, кстати, с Эмилин перешли на новый уровень блюд. Зерновая каша — это быстрый рецепт. Овощной рагу — это вкусный рецепт. И грибные крокеты — это рецепт от шефа, между прочим. У нас появилось масло, и, как я и говорил, это открывает нам новые возможности, в том числе изготовление более вкусных блюд. Ну и вот тут вот я выбрал грибные крокеты, потому что мы больше ничего не можем. Эмилин, а ты что, решила собрать урожай? А, устройство и так работает. Металлы и так плавятся. Ну что ж, давайте ещё чуть-чуть подождём. И что ещё мы можем кого тут по дому отправить куда? Вот это у нас выключатели я два поставил. Один будет под цифрой 1, второй под цифрой 2. И кто-нибудь обязательно сходит переключить, да? Блин, как невозможно это вот на это всё наблюдать. Ой, и зерна чуть-чуть тут у нас созрело. Как же хорошечно. Так, Кен, давай ещё жидкого топлива изготавливай. Один дизельный генератор работает, и мы переключим его на вторую цепь. Почему? Потому что этот генератор будет отвечать у нас за наш один пулемёт. Вот. Животные потихоньку разбредаются кто куда. Хорошо. Разбредайтесь. Новый ресурс. Грибные фрикадельки. Мы уже переходим и на новый уровень блюд. Какие мы молодцы. Так, тем временем надо ещё... Блин, зачем вы прям вот исследуете? Постройте дизельный генератор, а Кен делай жидкое топливо. Мы исследованиями займёмся обязательно. Блин, да невозможно. Ну разработчики, сделайте что-нибудь с этими лагами. Это ж прям, ну, нездоровая тема-то. Ещё топливо готово. Отлично. Кен, давай доделывай генератор. Давай, давай, давай. Хорош. Так, и Ракха. Опять топливо. А Кен сейчас у нас переключит этот генератор. Теперь они все будут под номером один. И выключай их. Вот. Работает. Давайте, давайте, бегите, таракашки. Разрушен деревянный забор. Чего? Ой, добрались вы до него. А как он только что получил урон, я так и не понял. Ну ладно. О, 50. Автоматическая турель, пулемёт или лазер построим с вами. Чё бы нам такое. Автоматизированная станция обороны стреляет по всем целям в пределах своей досягаемости. Блин, ну кажется, лазер-то помощнее будет. А ну давай. Вот сюда лазер воткнём. Ракха. Давай лазерную турельку сейчас. Ну, хорошо, что у нас есть на неё электроника. Бегство от опасности, котина. Да всё, уже нету опасности. Вишь, тараканы уползают. Мы забили на них болт, и они убежали. Так. Копировать. Да блин, вот что за проблемы, а? Ага. Да. Первая турель готова. И нам нужно её в цепь питания номер 2 включить. Какой забор? Не надо там ремонтировать никакой забор. Ракха, о чём ты говоришь? Зачем? Не нужно этого делать. Пускай он сломанный. Не надо ничего здесь чинить. Это вообще всё надо снести. Урожай ты решила собрать, котина? Молодец. Так, всё у нас. Турелька под цифрой 2 работает. Да. Ха-ха-эй. Хорош. Просто. Нуф, наконец-то, электричество. И давайте потолочный светильник сюда куда-нибудь. Вот над входом прям повесим. Ну, такая одинокая лампочка будет, конечно. Но будет. Да? Сколько стоит лампочка у нас? Три единички металла. А мы можем как раз три сделать. Раз, два. Вот одну я здесь повесил. Значит, это будет доступ затруднён к этому устройству. То есть, возле турелей лампочки лучше не делать. Ну, давайте и здесь тогда уберём симметрии ради. Будет одна лампочка. А чё вы там всё изучаете, ребята? А, химический синтез ткани. Я решил, что мне в будущем нужна будет броня. Четыре дня вы ещё будете это изучать, да? А почему у меня кен и рак этим заняты? Не понял. А, точно. Я же хотел... Я объясню вам свой выбор сейчас. Есть некоторые исследования. Вернее, как. Импульсная винтовка, допустим. И ей нужен выживший с ремеслом 2 и интеллектом 4. У пистолетов интеллект 5. Понимаете? То есть, нужен будет выживший, у которого интеллект на пятёрочку. А ракха у нас... Где тут интеллект? Четыре ещё. И у Кена, как у его подмастерья, всего лишь 3. Поэтому пускай тренируются. Да ладно, опять. Ну и ладно. Сейчас как раз проверим. Как у нас работает турел. А мы ещё одну можем поставить? Эх, не хватит нам металла. Жалко. Но я бы посмотрел с удовольствием. Так. Эмилин и Котина. Девчушки, давайте собирайте зерно. Котина. Тоже собирай зерно. И идите домой. Не очень нравится мне то, что вы можете остаться снаружи. Так. И Зандера надо отправить ещё на экспедицию. Там какая-то новая экспедиция высветилась. Так. Вот это вот сносим. И ракха. Давай, сноси. От греха подальше, чтобы никто ничего... Никуда не вышел. Куда не надо. Так. Ммм. Топлива у нас хватает? Где у нас ремесленные материалы? 8 топлива. А нет у нас теперь изготавливает. Ну, хорошо. А воздушный шар заправлен? Заправлен. Ну и отлично. Экспедиции. Обломки модуля управления. Исследовать, исследовать. Вот костёр тут есть. Так. Зандер, счастье у тебя 90%. Давай, исследуй, езжай. Костёр быстрее. Если там какой-нибудь выживший, это же вообще будет замечательно. Ой, ты уже улетел. Так быстро. А я чё, не на паузе был? Ну и ладно. Нападение животных началось. Ну идите сюда, тараканы. Так. А я лампочку не переключил, да? Лампочка вот эта должна быть... Ну пускай будет тоже на второй цепи. Ничего страшного. Кен, чё у тебя тут? По отдыху 34%? Включай турели. Сейчас мы их тараканов тут размажем нафиг. Давай, и... Генератор заработал. А турель почему не заработала? Почему не заработала турель? Я не понял. Цепь питания 2. Так. Ага. Не подключено к источнику электросети. Да ты смеёшься что ли, блин? Рака или Кен. Иди строй эту опору. Эмилин, переключи, пожалуйста, лампочку. Вот здесь вот переведи её на другой режим. Переключи потолочный светильник. Но потолочный светильник же, блин, заработал. Чё за история такая... Нехорошая. Так. И куда бы теперь... Нам нужен грунтовый пол. Вот пара-па-па-па-па. Из почвы. Так, Ракха, иди перенеси вот эту вот деревянную бочку. Блин. А не могу же переместить. Могу, ну некуда, да? Ё-моё, ну это прям такое себе. Так, вот эту переноси сюда. Теперь вот эту опору копируем. Давай, давай, Ракха. Не тормози, Сникерсни. Делай вот эту деревянную опору. Хорошо, что хоть дерево успел набрать чуть-чуть. Далее нужно перенести... Вот эту штуку. Кто тут есть, Эмилин? Помоги, пожалуйста. Докушала? Отлично. И скопировать потом вот эту опору вот сюда. Разрушенный лагерь. Чего? А почему? А где? I found the ruins. Так, он нашел руины. Он нашел руины, и там все окровавлено, и прям такое себе. Ну, попытайся починить защиту и встретиться лицом к лицу с тем, что грядет. Ой, да забудь об этом, возвращайся. Только-только ты пришел, не особо хотелось бы тебя потерять. Эмилин, Эмилин, давай шустрее. Мне нужно, чтобы у меня заработала эта штука. Вот, хорош. Так, Ракха, эту опору лэп уже закончил. Строй вот эту. И как бы мне так... Она до сюда... Блин, не дотягивает. Вот так я только могу построить. Но как я это... Построю-то... Стену, что ли, сносить придется? Так, хорошо. Допустим. А тут появились переключатели сети. Ничего себе. Я попробую сейчас снести вот эту стенку. Отправлю Ракху сюда. Сносить эту стену. А Кена отправлю вот сюда строить грунтовый пол. Я очень сильно надеюсь, что мне вот сейчас хватит проводов. Особенно если вот... Блин, ну прям же почти хватает же, ну... Вот сюда мы это все переместим. Кен, иди строй. А, затрудненный, блин, доступ. Так, да, иногда, конечно... То еще счастье, да? Придется скопировать пол вот здесь. И вот так вот сделать, построить. И вот это мы отменим. И копируем эту постройку вот так. Вот теперь должно хватить. Отправляем Кена строить грунтовый пол. Ракха, ты стенку снес там, нет? Затрудненный доступ? Да ничего мне снести. Давай, иди сноси. Так, вот. Хорош. Теперь строй грунтовый пол. Вот этот вот один. Ага, молодец. И деревянную опору лэп. Кен, ты строй вот этот грунтовый пол прямо сейчас. Блин, нифига себе ребус. Это что за история такая? Слишком сложно. Так, Кен, молодец. Еще вот этот пол. Я надеюсь, этого хватит. Зандер стрелял по цели с помощью ножа или мне показалось? Во-о-о-о-о! Наконец-то! Так, вот это отменяем. А, стену... Я не могу построить здесь стену. А, мне нужно достроить... Блин! Вот так загадки тут временами, конечно, ребятки. Зандер, слушай, помоги товарищам. Дострой вот эту вот фигню. Ага, молодец. И вот эту тоже не получается, да, у тебя? Хорош! Ну, чё, опять питание не поступает, да? Хм... Я же включил его. Да, он у меня включен. Так... Блин, ребят, они все равно... Почему ты не работаешь? Электричество вырабатывается, да? Сколько у нас тут в сети есть? В смысле выключено? Все это время дело было даже не в этом? А как... Так, подожди, вот это у меня выключено. Цепь 1 активная. А это почему выключено? А-а-а... Ё-моё! Так, ну-ка, включай переключатели. Турелька заработала. Блин, это вот чё, всё зря? Ну чё? Тараканы, блин. Как оно? Хорош! По-моему, вообще божественно. Производство 100, потребление 51. А почему? Потому что в одном топливо кончилось. То есть опоры лэп теперь тоже надо подключать. Раньше просто такого не было. Ну и всё, Зандер... Ай, хотел сказать, что всё, он теперь осмелел. Блин, мне не особо нравится такая симметрия. Тут как-то оно теперь некрасиво, несимметрично. И топлива не хватает. А ты чё, моё зерно кушаешь, негодяй? Ой, если на тебя навести, то ты виден, а так не виден. Нормально, блин. А как вот мне теперь... Ну хорошо, у меня есть турели, допустим. Теперь мне вообще не нужно оружие, по сути, да? Для обороны. Но как же мне теперь переключать-то его? Если я в опор лэп зайду... А-а-а, вот так мы с вами сделаем. Мы переключим эти генераторы на цифру 10. И вот этот тоже... Ай, нет. Отмени. Ой, как бы так... Если мне нужно выключать только один генератор, который у меня будет турельки, да? Отапливать. Не отапливать, а... Снабжать электричеством. Соответственно, мне нужно... Я хочу две. Пускай их будет две. Соответственно, мне на каждую по дизель-генератору нужно. И вот эти две турельки будут десятым переключателем, да. И десятый переключатель, активную цепь, я буду отдельно отключать. Раз. Два. Три. И вот это будет... Десятая. А ну-ка. Блин, ну включите ее обратно-то, е-мое. Переключи ее на десятку. И... Лампочка пускай на единичку будет, пускай всегда горит. Ракха. Переключи потолочный светильник. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хорош. Если у меня будет два лазера, я буду вообще самым крутым здесь. Самым мощным домом мы будем. Довольно дальнобойная штука, да? Смотрите, какой у нее радиус. Две таких. Интересно, можно ли рядом их ставить? нападение животных эти уже все побежали ну все доброй дороги вам блин хорош так теперь я должен отключить вот это выключить кен врубай кен я говорю выключай кен ты чё переключить все хорош 2 дизель-генератора у меня выключено этот у меня на на вторую цепь на лампочки на всякий например на которой у нас пока топлива не хватает вот это конечно серия вышла и эти экспедиции и турелька появилась хорошо однако хорошо в металл пока надо укладываться да надо побольше металла ну-ка рака отвлекись немножко построят ремонтируй пол чтобы мы могли выйти так но мы неспешно будем пока что за кадром с ребятками собирать урожай это не так чтобы интересное занятие займемся что они тут исследуют у меня химический синтез ткани и в следующей серии с вами мы уже обязательно увидимся поздравьте меня наконец-то у меня есть турели и электричество блин но вам большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки всем вкусного чая и добра